углу в окружении лох на пойдем между нами девочками поговорим и по ты долго мы не можем быстрее а мы тут как тут послушаем что разговорчики отправиться в изъеденный коррозии город за ресурсами я взяли внимание внимание обнаружена опасность лара что ты здесь делаешь а я тут уже все сделал то мне здесь еб твою мать откуда здесь делась вот негодник то ты здесь делаешь один разве не знаешь как тут опасно теперь я вспомнила я жила здесь до того как архитекторы забрали меня до того как госпожа как оля удочерила меня я жила здесь я из-под земля вечерочек ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры и мы продолжаем играть в хонкой старрейл а начнем как обычно с книг но прежде чем начнем сообщаю у меня есть страницы на бусте для тебя доступны разные виды подписок чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на бусте вступай в группу вк где ты можешь предлагать разные игры для прохождения подключайся к серверу дискорд для общения и обсуждений хонкой старрейл хорроров и много чего еще жду тебя там все ссылочки в описании план празднования солнечного фестиваля про план празднования традиционного праздника белобога который пока не пригодится давай почитаем так план празднования солнечного фестиваля внимание всех жителей заклепка града по случаю этого праздничного торжества управляющих комитет города и торговая палата заклепка града передают наилучшие пожелания всем горожанам праздничные мероприятия продлятся 7 дней. Мы от всей души приглашаем всех жителей отпраздновать этот замечательный праздник вместе. Семидневное празднование солнечного фестиваля. В этом году празднование фестиваля продлится 7 дней и начнется с понедельника следующего за этим объявления. В течение этого периода управляющий комитет создаст праздничную зону на городской площади Закрепка Града для проведения различных развлекательных мероприятий. Грандиозное празднование пройдет в воскресенье, ознаменовав кульминацию семидневного фестиваля. Во время празднования будет подаваться неограниченное количество еды и напитков, так что все горожане смогут в полной мере насладиться праздничной атмосферой. Семьи имеют право организовать собственные стенды для демонстрации различных предложений. Семидневное празднование солнечного фестиваля будет официально завершено в воскресенье в полночь. Кроме того, торговая палата проведет садовую вечеринку на торговой улице. В этот период будет представлено большое количество новых механических изделий ручной работы. Также в продаже будут доступны недорогие и вкусные солнцеблины. Каждый сможет делать покупки в свое удовольствие. Особые условия для сиротских приютов. Чтобы дети в приюте почувствовались тепло праздника, торговая палата Заклепка Града провела переговоры с Наташей, ответственной за сиротский приют, с надеждой позволить каждому ребенку организовать проживание в семье. Чтобы дети могли в хорошей компании, чувствуя семейную атмосферу, насладиться солнечным фестивалем. С этой целью торговая палата от имени приюта собрала заявки семей города, готовых принять у себя сирот. После открытия регистрации открылось много волонтеров. Торговая палата и сиротский приют выражают искреннюю благодарность неравнодушным жителям Заклепка Града. В настоящее время сиротский приют разоснал уведомления всем семьям, прошедшим регистрацию на мероприятие. Дети прибудут в семье, которые прошли отбор за ночь до праздника, чтобы вместе встретить начало солнечного фестиваля. Особые условия для семей гвардейцев Среброгривых Стражей. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Среброгривые Стражи покинули Заклепка Град и отправились на передовую. Семьи военнослужащих Заклепка Града ставят общие интересы превыше всего и активно поддерживают своих родственников, которые сопротивляются внешним врагам. В то же время они вносят свой вклад в строительство и развитие Заклепка Града. В связи с этим управляющий комитет Заклепка Града выражает вам большое уважение и сердечную благодарность от имени всех горожан. Приближается солнечный фестиваль. Управляющие комитеты Торговая палата Заклепка Града обязуются навестить дома семьи гвардейцев, чтобы выразить благодарность за их вклад и выручить специальные подарки. Мы хотим пожелать всем семьям гвардейцев счастливого праздника и долгой жизни. Мы все с нетерпением ждем новостей о великих делах, совершенных Среброгривыми Стражами. Так, и давай еще последнюю. Ведомость закупки горнодобывающего оборудования. Утвержденный список горнодобывающего оборудования, письменное подтверждение того, что когда-то подземье процветало, а здешние бизнесмены преуспевали. Тут немного. Найдена только эта страница ведомости, а остальные страницы утеряны. Номер 547. Номер заказа. Дата заказа 10 сентября. Покупатель шахтерской бригады номер 3. Юго-Восток. Лисовска. Контактное лицо Энтони Карачи. Артикул 1.43. Номенование товара новая дробильная станция. Спецификация модели оборона 1. Стоимость 25 тысяч счетов в день. Номер 548. Номер заказа. Дата заказа 10 сентября. Покупатель шахтерской бригады Камнеграда. Контактное лицо Стив Ночи. Артикул 2.65. Номенование товара пневматический перфоратор. Спецификация модели Заклепка 2. Стоимость 7 тысяч 250 счетов в день. Номер 549. Номер заказа. Дата заказа 11 сентября. Покупатель шахтерской бригады номер 1. Север Белотермитска. Контактное лицо Руан Бускетс. Артикул 4.01. Номенование товара передвижная станция сортировки. Спецификация модели ЖУК 4. Стоимость 12 тысяч 300 счетов в день. Номер 550. Номер заказа. Дата заказа 13 сентября. Покупатель шахтерской бригады номер 4. Юго-Запад Камнеграда. Контактное лицо Харви Альфонсо. Артикул 3.96. Номенование товара роторный укладчик-заборщик. Спецификация модели Ветряной двигатель 3. Стоимость 30 тысяч счетов в день. Я предлагаю на этом заканчивать. И идти, идти, идти. Вперед, вперед ко всему, что нас там ждет. Короче, меня тут, оказывается, брали в поддержку. Спасибо. О, все, ясно, кто брал. Спасибо, ребят. Вот вы снова засветились. Так, друзья. Добавлялись друзья. А, вас много, вас много. Делос. Что-то на китайском. Ой, на японском, извиняюсь. А у тебя лимит. У тебя лимит. Если увидишь, смотри, лимит. Владос Кокос. Владос Кокос. Есть. Целян. Есть. Ва-са. Ес. Сосуд. Ес. Кейл. Ес. Цертек. Добрый порядочный гражданин. Тоже. Есть. Делос. Только ты не попадаешь ко мне. Надо освободить местечко. Для меня. Так, быстренько. Достижение. Следы на пути 3. Активуйте следы или поднимите их уровни 50 раз. Окей. Дальше. Квантовый победитель 1. Пробейте квантовую изюмность 100 раз. Окей. Великий Космический Гэтсби. Собери 20 тысяч космических фрагментов. Заурядный опыт. Примите участие в особых событиях в виртуальной вселенной 100 раз. Окей. Так, что у нас здесь есть еще? А, почта. Почта. Ой, как много всего. Рассылка. Компенсация. Получи. Все. Ой, нормально. Они фрита дали. Супер. Супер. Так, что у нас здесь? Это еще, видишь, один день остался. Я вот только сейчас смог записать следующую серию. Поэтому. Они через день уже все обновится. Так, получается. Мы идем в испытания. Быстренько. Быстренько проходим. Подумывали, будем кого-то крутить или нет. Начинаем мы с Юнь Ли. Кстати. Не забудь поставить лайк. Это важно. Можешь сразу комментарий какой-нибудь оставить. И, самое главное, будучи атакованным, персонаж автоматически использует взрывную контратаку. Обладает мощным контратакующим умением, которое может быть активировано самостоятельно. Самое главное, не забудь подписаться на соцсети. Там в начале была реклама, которую, скорее всего, ты пропускаешь. Еще там не... Ой, красиво. Ой, какой меч. Там у меня в этой рекламе нет упоминания, что есть телеграм-канал. Поэтому подписывайся туда. Ссылка есть в комментарии на него. Потому что с ним... Там проще мне делиться всякими новостями впереди планеты всей. Клёку классный. А ты... Ты как... Ты как арка. Ой, красиво. А ты долгий какой-то. Очень долгий. Давай. Начинаем с ног. А-а-а. Ну, понятно. Нам пробивать надо. Она такая маленькая. Поддерживаю ее. А не казалось, слушай. Давай. Я видишь, сейчас слева себе циферки поставил. Следующий ход. Атака противника. Так. Используйся сирспособностью, чтобы выполнить усиленную контратаку. А-а-а. Вот оно, как это у вас работает. То есть, ее способность контратакует. Окей. Ну, давай его бить. Что делать? Так. Теперь давай поддержку. Давай. 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 Тебя теперь поддержим. Всех по чуть-чуть будем поддерживать. Она нормально. Она все равно контратакует. Так. Давай. Вот. Так. Потом сразу вот это используем. Ты еще кого-то призывал? Кстати. Кстати. Насчет комментариев. Напиши, как тебе новый звук? Ты должен слышать, что у меня сейчас новый микрофон. И мне важно, чтобы тебе нормально все слушалось. А мы можем кого-то сбивать? Да. Давай сбивать. Я, наверное, что-то неправильно использую, да? А, ну она просто херачит. Окей. Ну, вот эта локация мне очень нравится. Что это за планета? Тут очень круто. И музыка классная. Ты же ему ничего не снесешь. Давай поддерживай ее. Ой, а лечить-то кто ее будет? Наташа, что стоишь в это, блядь? Куда ты смотришь? Она чуть не померла. Так, получается. Мы бьем. Ты ее поддерживай. И он сразу ходит. Видишь? Вот, все. А я контратакую. Нет, не сработало. Я немножко запутался. Ну ладно, бог с ним. Она просто следом фигачит. Ладно, нормально. Считай, сообразили. Так, все, забираем. Дальше у нас Хо-Хо. Я помню, что она вроде как хилит. Да, восстанавливает HP всех союзников. Восстанавливает энергию всех союзников в зависимости от процента их максимальной энергии. А также повышает их силу атаки. Снимает ослабление со всех союзников. Нихера себе у тебя хвост светящийся. Так, ты что делаешь? Что это было? Я все пропустил. Разоблачение зла. Как это работает? Он просто уходит, да? Он нас не видит? Ну давай его шлепнем. Уязвимость. Так, давай. Используй сразу же. Или у нас опять будет какое-то обучение. Может вы прекратите, блядь? Так, ты поддерживайся, да? Ой, классно, классно. Она сразу, да, вот видишь, восстановила и пели подняла, все. Так, восстановление. Давай тоже восстановим. А, это жизни. Все, я понял. Все, я прекрасно понял. Бела никому ничего снять не может. Значит, она нам не нужна. Но пусть вот это делает. О, так. Так, вот этого. Кого из них надо бить? Вот этого. Надо пытаться его пробить, чтобы он упал ниже. Есть. Но Хохо никого не пробьет. Вообще не рядом. Ну, да ладно. Значит, нас все-таки пнут. А, давай, бей. Ёп твою мать. Не давай им пробить нас. Это какой? Вот это, да? Во, давай его нахуй. До свидания. А почему ты сразу восстановился? Я думаю, я тебе полностью все снес. Ну, хорошо. Так. Значится, ты иди отсюда. Надеюсь, они больше никого не призовут. Ты иди отсюда. Да что такое? Все. Усиливай. Это вот именно вот эти вот вставки. Они, вот если сравнить с Endless Zone Zero. То эти вставки. Мне нравятся куда больше. Когда используешь суперсилу, мне вот эти, как их назвать-то, ролики нравятся больше, чем они были в... в Endless Zone Zero. Потому что тут они как-то естественно смотрятся. То есть она сделала какие-то там свои финтифлясы, и все, и ты стоишь там ждешь. А в Endless Zone Zero, вот я, если ты смотрел там только у меня как раз самое начало игры, мы там прошли его, и там не было какой-то, знаешь, как это назвать-то правильно, что они вот прям подходят друг к другу, как будто вот не срастается, что он использует суперсилу, и... потом следом идет его использование. То есть вначале он что-то красиво там вертится, крутится, и только потом используется суперсила. А тут, по сути, это в ролике она вся используется, и поэтому это выглядит намного приятнее. Юй Кун. Давай. А все в одном месте происходит, ты посмотри. Юй Кун. Повышать силу атаки, критический шанс, критический урон союзника, действующего следующим, может передвигаться быстрее во время исследования мира. Передвигаться быстрее? Что же, они все хвостатые что-то, и с ушами, и хвостатые. Спринт. О-о-о, догони, догони, ой, догони, догони, ой, догони, догони, о, косой, 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 о, догони, догони, о, что за догонялки начались, а? Э, лось, блядь, на. Так, они себя усиливают, хорошо. Значит, мы тоже можем поддержать. Всех. Используем. Нормально. Он даже в воздухе завис. Так, кто у нас следующий? Ой, я не специально. Давай вот этого. Блин, вот этого по-хорошему бы пробить, но он не пробьется. Так, значит, вот этого. О, супер. Супер, пробиваем его. Он падает ниже. Это вот какой? Это... Да я не... Ты, блядь, почему ты активируешься? Я не туда нажал просто. Так, значит, его... Ты одиночное пробьешь, все нормально. Его я пропустил почему-то. Так, это как... А вот... А, вот это сейчас пойдет. Давай попробуем. Не снесли. Я думал, мы его всю жизнь снесем. Ну, ладно. Ага. Получается... Кого куда-то? Вот так. Так, нормально, нормально. Слушай, нормально. А, подержи. Ребят. Вот, повышение силы. Это то, что нам нужно. Так, минус. Минус. И он один остался. Ну, это... Ладно, это фигня. А что такое? Вот, все. Молодцы. Закончили. Короче, убивать я его... Никого не буду. Подождем следующих... Прыжков. Они должны быть... Мне кажется, более-менее адекватней. Так. Ги Гачак Норрис. Одолейте тень хранительницы, не приводя ее в ярость. Рыба-меч во фритюре. Сделайте так, чтобы умение Юнь Ли Интуит Истреби Ления сработал три раза в одном бою. Как много странных слов. В одном предложении. Так, что у нас есть? Смотри. Я напомню. Я напомню про то, что... Во-первых, мы идем по сюжету. Это во-первых. А во-вторых... Во-вторых... Нам нужно... Точнее, не нам нужно. Тебе, если ты хочешь попасть в мое видео, участвовать в чашелистах и там в будущих каких-то штуках, где там можно использовать поддержку и попасть в мое видео, то тебе нужно добавиться ко мне в друзья в Хонкайстер Рейл и в моей группе ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании. Там есть обсуждение. И там надо написать тебе свой ник. И тогда ты попадешь со мной вот в чаши листы или в пещеры коррозии или еще куда там, что впереди нас ждет. То есть есть куда попасть. Так, Наташа. Ната? Они ее Ната зовут. Оказывается. Наташа, мы вернулись. Это наше зелье, самопунктуальность. Ну что, нашли что-то полезное? Да все нашли. Давайте-ка взглянуть. Металлические пластины, марлевые бинты, обезболивающий, медицинский спирт. Отлично, это все, что мне было нужно. Просто обезболивающего оказалось меньше, чем я ожидала. Кто-то вломился в кладовую. Мы поделились с Кларой. Монстры кое-что уничтожили. Давай честно скажем. С Кларой? Если она тоже была там, я понимаю. Она хочет помочь раненым бродягам, верно? У нее доброе сердце. Я думаю, вы приняли правильное решение. Тем не менее, мне придется подумать, как распределить дозировку. Не волнуйся, я тебе помогу. Эх, не надо. Клиникой займусь я. Полагаю, у вас есть более важные дела. Вас ждет Олег и еще те два спутника. Я почти о них забыл. Я забыл поговорить с ними перед уходом. Я почти о них забыл. Я вообще забыл о них. Так вы, ребята, не так уж и близки? Думала, вы добрые друзья. А, блядь, ты про моих Даньхэна и Марты. А, ты такая милая броня, Гантэ. Ты ведь шутишь, да? Могу поспорить. Старик Олег хочет поговорить о сварге. Нам пора идти. Прости, Наташа. Придется тебе заняться ранеными. Ничего страшного. Надеюсь, все у вас будет хорошо. А вот мы и получили Наташу. Так, заходим. Кидаем ей Эйдалон. Так, Эйдалон. Использователь в сферах способности периодически исцеляет союзника с HP ниже или равным 30% в течение одного хода. В начале своего хода этот союзник восстанавливает HP, равное 6% от максимальной HP Наташи плюс 160 HP. Если ты мог заметить, у меня команда сейчас немножко нестандартная. И за которым мы бегали, я уже устала. А, ты нет? Мы совсем не отдыхали прошлой ночью. Знаешь, тебе придется постараться. Мой рекорд 6 дней без сна. А куда это нам? Ага. Ага. Эй, наконец-то они вернулись. Простите, что не предупредили. Не волнуйтесь, со мной ничего не случилось. Вот так. Эм, я не беспокоилась о тебе. Если хочешь знать, мне было интересно, в порядке или броня? Да ладно, ты была как на иголках с того момента, как они ушли. Хорошо, что все снова вместе. Позвольте мне перейти к делу. Мы с вашими друзьями снова обсудили этот Сталарон и ваши трудности в надмирье. В последний раз, когда я видел, как Олю она была впечатляющей юной леди, никогда бы не подумал, что став хранительницей. Могу лишь сказать, что я сопереживаю вашей ситуации. Будьте спокойны, дикий огонь не будет действовать за вашей спиной. Ваш план немного напоминает бред пьяного шахтера, но, по крайней мере, вы предлагаете двигаться вперед. Мы, жители подземья, уже давно сбились с пути. Вы видите, как обстоят дела. Я готов дать вам шанс. Не волнуйтесь, господин Олег. Мы вас не подведем. Бред пьяного шахтера. Немного рисковато. Рисковато. Возможно, но я думаю, нам нужно выбрать более реалистичные цели. Вы, ребята, хотите знать местонахождение Сталарона. Дикий огонь может снять ограничения с подземья. Другими словами, наша общая цель – сварок. Если мы не сможем справиться с этим боссом, то не сможем справиться ни с чем. Верно, давайте разберемся с ним. Нужно найти способ привлечь его на свою сторону. Вот так, это логично. А может, он будет за нас? Да что он поймет? Ты забываешь, что он робот? Быстрее было бы разобрать его на металлолом. Нужно готовиться к любому исходу. Конечно, лучше решать вопросы мирным путем. Но если ситуация изменится, мы должны быть готовы к вооруженному конфликту. Дикий огонь много раз пытался связаться со сварогом безуспешно. Он не собирается ничего с нами обсуждать. В нашем текущем состоянии было бы невероятно опасно применять силу. Роботы сварога не боятся жертв. А я не хочу рисковать жизнями людей подземья. Но все изменилось. Ваше появление – это внешняя перемена для сварога. Переменная. Пусть я не вижу полной картины, но, возможно, у вас получится повлиять на него. Это было бы лучше всего. У нас складывается неплохой план, но я боюсь, что сварог не будет колебаться. Эх, вы все поймете, когда доберетесь до его территории. Под землей никогда ничего не идет гладко. А ты, госпожа из среброгривых стражей, ты единственная здесь, у кого нет причины общаться со сварогом или умирать от его руки. Хотел бы услышать твой план. Подземья по-прежнему является частью Белобога. Если существование сварога представляет угрозу для неместных жителей, я, конечно, поддержу вас. Отлично. Прекрасный ответ. Слова, достойные преемницы-хранительницы. Поскольку мы все на одной стороне, нет причин откладывать. Идемте, я договорился с проводником, который отведет вас к сварогу. Ты не пойдешь? Чем будет заниматься Дикий Огонь? Вот так. А ты не пойдешь с нами? Алло. Отношения Дикого Огня со сварогом уже давно стали враждебными, и наше сопровождение принесло бы лишние неудобства. Мы будем рядом в полной готовности. Если дела пойдут плохо, появимся в мгновении ока. Зеле, думаю, ты сможешь показать нашим друзьям чужакам путь. Так точно, босс. Вот так вот. Сампо. Агантэ, мой спаситель, я наконец-то связался с тобой. Помоги, вся надежда на тебя. А если я не помогу? Простите, ваше сообщение не было отправлено. Попробуйте позже. Не получилось? Будет уже эта штука работать или нет? Как сможешь, приходи ко мне в большую шахту. Время не ждет. Моя жизнь зависит от тебя. Мы получили сампо сообщение с просьбой о помощи. Кажется, у него серьезные проблемы. В обычное время вы бы его проигнорировали. Но он написал, что это вопрос жизни и смерти. Вы из чувства долга решили все-таки проведать его. Да, но не сейчас. Так, получается, у нас рассвет после тьмы. Нежинный поворот. Кажется, Аста столкнулась с чем-то по-настоящему... Блядь, это что? Вот, вот оно, вот оно. Похоже, благодаря Март-7 и Даньхену, Дикий Огонь объединился с безымянными. Сейчас ваша цель предельно ясна. Договорится со Сваргом, а если ее не выйдет, то Дикий Огонь готов к войне. Для осуществления этой цели Олег выделил проводника для экипажа Экспресса. Вы, наверное, уже догадались, кто будет гидом. Но, кажется, в условенном месте вас ждет нехорошо знакомая темно-синяя фигура. Черное воплощение хаоса. Чего? Так, и куда нам? Перекресток судеб. Прочтите определенное сообщение на смартфоне. Алло, алло. Ответьте. Как это работает? Что означает массовая рассылка? Кто ты? Давай покажу, как прислать мне денег. Это функция оплаты, пожалуйста, переведите. Вот давай, вот это нужно, да. Как прислать мне денег? Вау, кто-то действительно ответил. Это реальный человек. В общем, я, Джулиан, главный офицер разведки кротов. Мне нужна помощь. Приходи ко мне к входу в большую шахту. Да что вы идите к херам собачьим? Я понимаю, что вы мне даете тут много-много всякого всего, но мы хер куда двинемся. К локации Рила-6 Камнеград. Точный проход. А зачем? Разрешите Антонину. Как? Блядь. Я не знаю, что вы от меня хотите. Подождите. Мне нужны мои миссии. Миссии у меня здесь. Вот. Куда мне идти? Покажите на карте. Вот, сюда. Все, остальные подождут. Пойдем сюда. Где не гореть? Перейти. Подтвердить. Так, найдите выделенного диким огнем гида. Пойдем. А, это ты? А, ты его починила? Федора починила. О, вот это ты. Смотри, я закончил создание робота. Я хочу спросить тебя. Ты механик? Да это все было. Но многие среди бродяг тоже умеют. Не так как они, эти ребята делают работу в листок для битвы. Но это все понятно. Значит, мы можем с роботом говорить. Привет, Гантэ. Я собираю данные для эмоционального взаимодействия. Моя хозяйка Федора сказала, что ты можешь мне с этим помочь. В течение процесса обучения я буду создавать случайные ситуации социального взаимодействия. Пожалуйста, реагируй на них, основываясь на своем личном опыте. Разговор будет записан и дословно анализирован. Нужно выбирать с умом. Ситуация накаляется. Давай. Начинаю фазу обучения. Ты готов? Я готов. Первый сценарий. В последнее время Федора пребывает в приподнятом настроении. Она приглашает меня посмотреть на поединок в бойцовском клубе. Один из боксеров наносит решающий удар. И Федора поддерживает бойца. Она смотрит на меня в ожидании реакции. Я ее друг. Что мне следует сказать? В третьей сценарий. Еще раз. Какой прекрасный удар. И этого достаточно, чтобы стать хорошим бойцом. Ты на меня напиток пролила. Давай будет. Какой прекрасный удар? Идет обучение. Обучение завершено. Начинаю следующий сценарий. Недавно Федора выучила новую песню. С помощью сравнительного звукового анализа мне удалось обнаружить, что ее голос отличается от оригинала. Но Федора все равно невольно напевает песню. Однажды она внезапно спрашивает меня, хорошо ли у нее получается. Я ее друг. Что мне следует сказать? Великолепно. Научишь меня. Ого, не стыдно песни таким-то голосом. Обнаружен аномальный уровень шума. Не-не, давай. Мы программируем его. Идет обучение. Все нормально. Типа обучение завершено. Начинаю следующий сценарий. Недавно Федора узнала, что Балауэй продает несколько невиданных до сели реликвий по завышенным ценам. Федора хочет купить их, но разочарована ценой. Она надеется, что я смогу чем-то помочь. Я ее друг. Что мне следует сказать? Давай заплатим пополам. Ха, и много ли денег у тебя осталось? На счету недостаточно средств. Вот так и ответим. Идет обучение. Обучение завершено. Начинаю следующий сценарий. Как много сценариев? Или все? Основываясь на личном опыте, вы помогаете роботу разрешить множество разных ситуаций. Я думал, что он еще говорит. У тебя получилось. Спасибо тебе. Робот теперь знает достаточно ситуационных реакций. Возможно, он сможет нормально общаться с другими людьми. Интересно, как все обернется? Мне не терпится узнать. О, пожалуйста. Пожалуйста. Ты не говоришь. Ты не говоришь. Хук, пойдем. Хук, ты? Вот этого я действительно не ожидала. Итак, кроты. Часть дикого огня. Вы, все верно. Это я, Хук Великий Мрак. Что ты хочешь? Эээ, детка, я думаю, произошло недоразумение. Я буду вашим проводником, друзья. По приказу бригадира Олега. Должен сказать мысль о том, что ты предпочитаешь малышку своему старому приятелю. Сампа меня расстраивает. Ладно, ладно, не начинай. Хочу спросить у тебя кое-что. Все в Диком Огне знают, где находится логово Сварага. Ты нам зачем? Эх, возможно, моя специализация в этой области. Дикий Огонь может знать, где находится база, но были ли они когда-нибудь внутри? Ты был внутри? Нет. Но поселение роботов я облазил вдоль и поперек и нашел немало зацепок. Я могу помочь вам. Даю слово. Будем надеяться, что твои слова не расходятся с делом. Олег доверился тебе. Значит, в свободное время ты шастаешь по чужим поселениям. Давай вот так. Эй, что ты такое... Что ты хочешь этим сказать? У Дикого Огня была просьба. Я трудился, не покладая рук. Не потому, свидетель. Сам Паковский был всего лишь воодушевленным и преданным слугой. Ой, да хватит уже. Мы тебе верим, верим. Показывай дорогу. Здорово. Не отставайте. Ага. Я еще думаю, что нам нужно четко пройти... Сам подолго еще? Ух ты, прикольно. Обязательно спрашивать каждые две минуты. Еще пару шагов. Всего пару шагов. И дошли. То есть мы в поселении роботов? Да, поселение роботов. Карта тоже небольшая. И хорошо. То есть, по сути, мы уже, наверное, все открыли. Да? Что тут можно открыть? Так, пойдем. Ага. А вот, видимо... Проходы. Так, там. Там случайно что-то засветилось. Я не хотел. Давай. Вот так побегаем. А, я забыл взять... В нужном месте. Стой. Большая шахта. Нет. Закрывка град. Вот сюда. Нет. Вот сюда. Телепорт. Сейчас быстренько. Пока помню, что мы не взяли там одну вещичку. Все. Теперь возвращаемся в поселение роботов. Вспомнил. Потому что там тоже в начале я ничего не взял. Бывает же такое. Так. Чтобы больше не светить трусами, мы будем бегать за мужиков. Это логово Сварага? Я думала, что будет холодно и безжизн, а тут так оживленно. Множество бродяг нашли здесь временное пристанище, когда их дома заполонили монстры. Не опасно ли разбивать лагерь прямо под носом у Сварага? Нет. Свараг может быть безжалостен, но он никогда не нападет без причины. Для тех, у кого нет дома, это на самом деле безопасное место. Хм. Если бы я не ушла, тогда наверняка я была бы сейчас с ними. Блин, да хотя они стреляют. Ты стреляешь? О, и ты стреляешь. Давай от тобой будем бегать. Ааа, так. Ребята, вас тут что-то много как-то. Угу. Я что думаю, что мы сейчас с тобой дойдем до 21 уровня, и появятся всякие вот эти всевозможные, всевозможные ивенты нам будут доступны. Всякие пещеры, блядь, куча, куча, куча всего. То есть появляются новые обновления, новые какие-то штуки, и не факт, что мы найдем место для них, понимаешь? То есть сюжета, возможно, уже не будет. Потому что четко будет уже только вот эти вот всякие обновления, которые новые какие-то ивенты появляются, и только на них будет уходить. Потому что две серии в месяц, по сути, выходит. Ааа, ты слышала? Эти тупицы устроили драку в шахтах. Дело уладилось только после появления босса Сварага. Я уже говорил, что здесь нас может защитить только босс Свараг. Мы все должны его слушаться. А ты что думаешь? Чего молчишь? Можно сменить ему. Мне надоело слушать про Сварага. Но это правда. Что еще сказать? Взгляните на всех этих бездельников. Без него они бы умерли с голоду. Увы, кого здесь только нет. Держите ухо в остро, друзья мои. И не дайте обмануть вас. Откуда взялись новые коробки с медикаментами на складе? Кто их принес? Клара, я полагаю. Кто еще способен на такую щедрость? Кто такая Клара? Она одна из нас? Вовсе нет. Она входит в преданную семью Сварага. Семью робота? Эх, пробудешь здесь подольше. Поймешь. Я правильно подошел? Какие тяжелые ворота? Ладно, смотрите. Сизам. Откройся. И так всегда. Это секретный код или что-то в этом роде? Это воображаемые пароли, которые любят использовать дети. И я не думаю, что от него будет много пользы. А как насчет этих твоих зацепок? Помоги нам взломать ворота. Давай вот так. Зацепки, блять. А я уже и рот открыл, открыл сказать. А тут госпожа Март со своей красочной попыткой. Часто для нас, я уже разобрался с механизмом этих ворот. На территорию босса Сварага кого ни попадя не пускают. Если ты хочешь увидеть босса, тебе нужно разрешение. Разрешение? Верно. Войти или выйти могут только старатели. Мусорщики Сварага. Соответствующие сертификации. Эти старатели собирают механические остатки со всего подземья. Затем приносят их Сваргу для ремонта. Честно говоря, это очень прибыльное маленькое предприятие. Если бы я только опередил его... Ха-ха, они бы уже звали меня сам по-босски. Босски. Хватит болтать, где мы можем получить это разрешение? Это проще простого. Видишь роботов рядом с бродягами? Они все разведчики Сварага. Каждому из них приказано поддерживать здесь порядок. Помимо того, что они бедительно следят за бродягами, еще одной их обязанностью является обработка. Любой, кто хочет стать старателем, мусорщиком Сварага, должен сначала пройти тест у этих сходящих светофоров. Какой тест? Орфографический тест или боевой? Ага-чапон дадут за прохождение. Да, мне тоже интересно. Понятия не имею. У меня никого раньше не возникало желания... Никогда раньше не возникало желания пойти подраться со Сварагом. Это ведь вам так хочется попасть внутрь. Ну так идите и спросите роботов. Такое ощущение, что за людьми здесь следят роботы. На первый взгляд, это было бы немыслимо. Роботы всего лишь инструменты в надмирии. Все? Не принимай Сварага за обычного робота. Он особенный. Все, прекратили разговаривать. Ага, сертификация нужна. Так, хорошо, я понял. То есть, у нас закрыто, мы можем пойти либо туда, либо туда. Окей. А потом? А потом там... А потом и суп с котом. Туда нельзя потом. Все понятно, нам сюда вниз. Не дергайся, я быстро тебя починю. Мой дизайн был заменен более новыми моделями. Мои компоненты больше не представляют ценности. Что ты болтаешь? Я не собираюсь продавать твои детали. А я же взять хочу. Да, я возьму вещи, блять. Спасибо. История города Вечнозимья. Вниз нам нельзя. Я не хотел с тобой разговаривать. Это должен быть один из них, верно? Выглядит так убого. Эта штука вообще работает? Может он сломался? Бип-буп. Ай, нельзя так людей пугать. Протокол. Инициация. Сканирование. Проверка. Ошибка сертификации. Субъект еще не получил разрешение на доступ. Запуск обработки. Что? Уже начинаем? Запускается первый этап обработки. Пожалуйста, послушайте следующий вопрос. Кто является действующим чемпионом рэп-турнира двигателей внутреннего сгорания? Внутреннего перегорания? Что это за... Откуда нам знать? Сампо, ты знаешь ответ? Сампо Котски всегда знает. А что там спрашивали? Так на тебя можно положиться или нет? Эх, я же не могу узнать все. Иногда нужно поспрашивать вокруг. Без паники. Давайте послушаем, о чем говорят бродяги. И может быть сорвем джекпот. Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос. Кто является действующим чемпионом рэп-турнира двигателей внутреннего сгорания? Давайте послушаем разговоры. Да, доктор Дик, Бэдрок, 88 градусов, реликтовая банда. Да, мы еще не выяснили. Опа. Бэдрок, 88 градусов. Бродяга, рэпер. Йоу-йоу, слушайте все. Посвящается всем типа рэперам. Чемпион двигателей внутреннего сгорания, Бэдрок, 88 градусов, представляет рассвет рэпа подземья. Сейчас встряхнем ваши душонки, поехали. Бродяга сыплет горячими речитативами. Я даже слушать не буду. Я даже не буду слушать. А, давай. Бэдрок, 88 градусов. Правильный ответ. Результат сертификации успешен. Осталось запрошенных сертификатов два. Пожалуйста, протяните правую руку. Моя правая рука? Ну вот, почему эта часть... Так это сертификационная метка? Отлично, осталось всего два шага. Поехали. Ага, и мы вот так будем ходить? К каждому, да? Нет, нет, нет. Нельзя вставлять микрокристаллический блок в подложку радиатора. И кто это сказал? Балловая шахтерская лампа говорит, что нужно обращать внимание на интерфейсы при сборке реликвий. Чтобы заставить эту штуку снова двигаться, нам нужно подключить микрокристаллический блок к рабочему тормозному модулю. В противном случае это просто груда металлолома. Если ты поверишь хоть одному слову этого дряхлого болвана Баллауэя, тебе конец. Последний раз, когда он действовал по собственному совету, он сам себя долбанул током. Братан, за советами нужно ходить к тем, кто разбирается, а в вопросах механизмов нет никого лучше Марева. Я видел, как он подключал блок микрокристаллического проводника к узлу логического управления, чтобы заставить робота вибрационный... Чтобы заставить работать вибрационный бур. Ага, Марев? Да он и его братец поддельную реликвию от настоящее отличить не могут. Недавно я слышал, что его обманул какой-то торговец с подделками. Ты просто злишься, мой друг. И ты нас сейчас спросишь про, блядь, какого-то Марева, да? Бип-буп. Протокол, инициация, сканирование. Тфу, мне так надоело это повторять. А, что эта кучка железа только что сказала? Кажется, у него дурной нрав. Ого, давай покончим с этим. Вы получили разрешение первого уровня. Если нет, то вы зря тратите время. Этот? Этот? Вот, смотри. Да-да, ладно. Вот такой вопрос. Слушай, разгадай загадку. К какому компоненту должен быть присоединен микрохристаллический блок? Блядь. Сука, он только что говорил. Там что-то сложно было. Подложка радиатора, рабочий тормозной модуль, логистический центр. Блин, давай еще раз их послушаем. Мне даже нет, позор. В школу бы тебя на пару годиков. Да иди ты нахер, они там говорили кучу всего. Нельзя вставать в подложку радиатора. Вот, к рабочему тормозному модулю. А он ему говорит, что нужно. Вот, к узлу логического управления. То есть они обсуждают как раз эту фигню. Окей. Давай, давай, я отвечу. Удачная догадка. Эх, опять работать приходится. Протяни руку. Протянуть руку. Март, протяни руку. Что? Опять я? Это больно, знаешь ли? Мы ее всю сейчас забьем. Вот осталось... Вот и остался один шаг. А теперь проваливайте отсюда и оставьте меня в покое. Кайф. Так, мы как-то обходим все, да? Ага, то есть это поднимаемся вверх. Окей, я понял. Ты не хочешь с вами разговаривать. Тут к вам нельзя. А вот последний робот остался. И тут ничего нет. Сзади будем стоять. Затылком разговаривать. Бип, буп. В любом случае ему нужно, чтобы он идентифицировал наши сертификаты. С этим что-то не так. Протокол. Ошибка инициализации. Попытка восстановления систем... Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Плохо дело. Ошибка восстановления системы. Основной модуль поврежден. Обнаружена внешняя угроза. Устранение угроз активировано. Инициализация боевого модуля. Наконец-то. Больше не надо ломать голову. Это ржавое ведро вот-вот встретится со своим создателем. Да, правильно. Давайте сами его. Вот и посмотришь, что у меня там собрано. Мне помогали собирать. Плюс я еще сам почитывал. Так что... Теперь у нас более-менее адекватная команда получилась. Какой я сразу отговорчивый стал, да? Позвольте мне попробовать перезагрузить его систему. Система сертификации онлайн. Пожалуйста, протяните правую руку. Почему вечная? Почему сейчас больнее, чем первые два раза? Ну, по крайней мере, это последний шаг. Мы можем войти прямо сейчас, верно? Система сертификации сварага нас не одолеть. Это вообще сработает? Вернемся к воротам и попробуем. Все, супер, супер, побежали. Не тормози. Будет шикарно, если мы еще и сварага одолеем. За это время. Пропустите, не мешайтесь. Ага, все, погнали. Сизам, откройся. Видишь? В конце концов, не так уж и плохо иметь сампо в команде, верно? Бригадир Олег всегда знал, что я... Да-да, большое спасибо. Замолю за тебя словечко бригадиру, так что хватит болтать. Хорошо, а теперь позвольте мне вас предупредить. Здесь начинается незнакомая территория, и мы должны действовать с максимальной осторожностью. Нам просто нужно прояснить ситуацию со сварагом. Пошли уже. Ммм, кто-нибудь слышал, что я только что сказал? Ой-ой. Ой-ой. Ага, так можем налево, направо и по прямой. Пошли налево. Значится. Или нельзя? Ворота. Ох, откуда здесь еще одни ворота? Да что-то вообще, охренели. Как мне вниз-то спуститься, алло? Похоже, у этих ворот более сложная конструкция, чем у предыдущих. Сампо. Сампо, что это? Сампо? И где он? Да куда он делся? Был уже здесь секунду назад. Ну вот опять. А вот и Сампо. Это снова тот же тип робота. Пожалуйста, не говорите мне, что есть еще один раунд обработки. Обнаруженные посетителей босса Сварага. Протокол, инициация, сканирование, проверка. Кто хороший мальчик? Вот наше разрешение. Мы просто хотим увидеть твоего хозяина. Осторожно, кто знает, какие трюки у него припасены. Не, давай. Дружочек, подходи. Вот так план. Относиться к роботам как к сторожевым собакам? И как это нам поможет? Ошибка сертификации. Субъект еще не получил разрешение на доступ. Запрос отклонен. Посетители должны получить разрешение на доступ от Клары. Клара? А, это девчушка, которую мы видели в большой шахте. Нам нужно получить от нее разрешение? А она-то тут при чем? Она из семьи Сварага. Она хозяйка Сварага. Не, она из семьи Сварага. Семья? Я не помню. Не ломай ей голову. Нужно найти Клару. Не знаю, сработает ли это, но попробовать стоит. Где сейчас Клара? Получение аудиоданных, пожалуйста, подождите. Несущий элемент энергоядра сломан. Если мы его не починим в ближайшее время, поселок погрузится в кромешную тьму. Тимми, я возвращаюсь в Заклепкоград. Может быть я смогу восстановить некоторые нужные компоненты? Тебе нужно охранять ворота, пока меня не будет. Восстановление записи завершено. Возобновление выполнения команд Клары. Она вернулась? Но мы только что были там. Эх, кажется придется идти обратно. Погодите, так вы были на экскурсии в другом городе? Это было не так весело, как звучит. В этом городе опасность стоится за каждым углом. Мы должны найти Клару. Давай, похуй, побежали. Срочно. Маленькая девочка в одиночестве, идущая по фрагментам, даже представить страшно. Она сильнее, чем кажется, но даже так. Да ты сама не выглядишь такой уж крутой. Эх. Найдем ее, сварок никуда не денется. Да, он сидит у себя, как в Марио этот. Кто это, блядь, черепаха, ящер. Это большой город, с чего начнем? Клара сказала, что собирается найти компоненты. Верно? Начнем с кладовой Наташи. И где она находится, кладовая Наташи? Вот, мы перемещаемся. Нахер нам бежать? Вот, пожалуйста. Это не тот робот, который везде ходит за... Это не тот робот, который везде ходит за Кларой. Эти консервные банки все одинаковые. Как их отличить? Тсс, он собирается что-то сказать. Слушайте. Инициализация модуля самовосстановления. Ошибка инициализации. Клара, в опасности. А, это Шперкинс, ёпта, мы его уже видели. Должен защищать. В опасности? Что ты имеешь в виду? Мастерская цели должны быть устранены. Значит ли это, что в мастерской появились монстры? Клара, она... О нет, она в опасности. Скорее бежим в мастерскую, я знаю дорогу. Где мастерская? Срочно показывай, бежим, блядь. А, она прям рядышком, направо. А, так вот они мы. Недолго пришлось бежать. Там что-то огромное. И там Клара. Мы должны спасти её. Пойдёмте, не нужно бояться. У нас численное преимущество. Да и у нас сила тоже ебенячая. Погнали. А, нельзя. Ну ладно. Давайте все его. Раз, раз, два, два. А, он сильный, блядь. Посмотри на него. Я что-то не глянул на его уязвимости. Алло. У меня нет таких что-то ребят. Которые помогают с уязвимостями. Ну да ладно. О, давай. Ты одна будешь его пробивать, ничего страшного. Нам его главное держать в самом низу, стараться. Давай, поддерживай. Она нас всё равно ударит, ладно. Вот если бы она запеяла, нас бы вообще даже ни разу не ударили. Так, получается, ты бьёшь. Так, ты тоже его бьёшь. Ты тоже его бьёшь. Ты его бьёшь. Он нас раз ударит, ничего страшного. И мы, и мы, и мы побеждаем, как обычно. Он ещё живой? Сдохните, пожалуйста. Всё, спасибо. Так с ними надо, понимаешь? Через пожалуйста. Ты в порядке, Клара? Ты не ранена? Спасибо вам, я в порядке. Пара царапин. Тебе не следует ходить одной? Это слишком опасно. Что ты тут ищешь? Один из блоков энергоснабжения на базе неисправен. Если я не отремонтирую его в ближайшее время, это затронет всех в поселении. Я знала, что в этом городе есть мастерская. Я хотела попытать удачу. Я нашла все необходимые компоненты, но столкнулась с монстром. Ребята, вы мои спасители. Я обязательно скажу об этом господину Сварагу. Кстати, о Свараге. Мы как раз собирались нанести ему визит. Давай вот так. Кстати, о Свараге. Это как название фильма. Мы как раз собирались нанести ему визит. А зачем он вам? Я могу передать ему сообщение. Нет, на этот раз нам нужно разобраться с ним лицом к лицом. Ты можешь отвезти нас к нему? Но господин Свараг не любит разговаривать с другими, особенно с Диким Огнем. Думаешь, я этого не знаю? Но слишком уж он долго убегал от разговора с нами. На этот раз мы должны его увидеть. Я знаю, ты много работаешь для здешних людей, но господин Свараг не доверяет человеческим эмоциям. Он доверяет только результатам своих вычислений. Поэтому я не могу отвезти вас к нему. Если вы сцепитесь с господином Сварагом, то кто-то может пострадать. Может быть, даже случайные люди. Слушай, малышка, ты... Клара, ты же сама говорила, что обязанность Сварага защитить подземье и сохранить здесь цивилизацию. У нас такое же желание. Зачем ему отказываться сотрудничать с нами? Я знаю господина Сварага. На него не действуют чужие пожелания. Он следует только логическим суждениям. В этом мире творятся ужасные вещи. Господин Свараг думает, что над мирью скоро придет конец. Согласно результатам его расчетов, сил жителей подземья не хватит, чтобы предотвратить катастрофу. Его план состоит в том, чтобы удержать обитателей подземья подальше от источника катастрофы, чтобы они могли выжить... выживать дольше. Это же просто глядка для нас. Это нелепо. Какая разница, если нашу смерть отложат на пару дней? Чем это лучше, чем драться? Воспринимай это как ответственную услугу Клара. Мы должны увидеть его, чего бы это ни стоило. Почему бы не придумать другой способ? Да вот так вот. Принимай это как услугу. Что бы это ни значило. Клара обязательно отблагодарит вас. Но не так. Но если вы не возражаете, у меня еще есть важные дела. Я пойду. Ах ты! Лара! Бесполезно, Зеле. Она уже все решила. Я поняла по ее лицу. Придется придумать другой способ. Давайте, быстрее думайте, как же растянуто все. Какой необычный ребенок. Такая маленькая и такая упрямая. Нет, умная. Она проницательна и не сдается легко. В отличие от тебя, Март. Без последней части нельзя было обойтись. Придется нам добиваться разговора со Сварагом без Клары. Если мы даже не можем уговорить Клару. Есть ли другой способ? Если мы обойдем Клару и его рота, Свараг идентифицирует нас как злоумышленников. И более вероятно, что тепло он нас не встретит. Так роботы же сами по себе холодные, нет? Клара много раз упоминала о результатах вычислений Сварага. Сил жителей подземья не хватит, чтобы предотвратить катастрофу. Так она сказала. Вот от чего нужно отталкиваться. Так, ты думаешь, в логике Сварага существует погрешность? Нет, его расчет верен. При нынешнем уровне крайне маловероятно, что Дикий Огонь сможет решить проблемы, связанные со Сталароном. Однако в этом расчете не учитывалась нынешняя ситуация. В уравнении нужно добавить новую переменную. Мы новая переменная. Нам нужно, чтобы он признал нашу ценность. Точно. Если мы сможем заставить Сварага поверить в нас, мы почти наверняка сможем опровергнуть результат его расчета и станем на шаг ближе к мирным переговорам. Но как мы можем заставить его? Если покажем ему пару фотографий, это не поможет, верно? Всегда есть способ. Но сначала мы должны убедить Клару. Я предполагаю, что она идет обратно в поселение роботов. Догоним ее. Ёпты мать, что за догонялки? Бежали. Спасибо, что меня это хоть прям в нужное место отправляете сразу же. Историк города Вечнозимья. Соберите 80 предметов для чтения в Белобоге. А, кстати, что у нас там по заданию-то? Миссии. Миссии. Чтобы спасти Клару, ваши напарники сразились с монстрами и с Фрагментумом. Вы собирались воспользоваться этой возможностью, чтобы убедить Клару отвезти вас к Сварагу. Но она еще более упрямый ребенок, чем Март 7 и твердо придерживается своих убеждений. Однако кое-чего удалось добиться. Вы знаете, что может убедить ее и Сварага. Вам лишь нужно отыскать Клару и поговорить с ней еще раз. Так, все, пойдем, 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 пойдем. Все, побежали. Побежали, ебаный рот. Она свернула бы туда, быстрее. Куда? Мы еще за ней гоняться должны. Давай хоть возьмем вот эту штуку. Так. Супер, все, погнали, погнали вниз. Срочно догоняем ее. Ага, конечно, блядь. Сейчас тут еще пока поизучаем все. Это, блядь, надолго. Вот, пожалуйста, нам еще сюда надо. Так, сильно не лагай. Просто, скорее всего, нам сюда и надо. Ну, давай проверим все, что здесь есть. А, ты плохой, засада. Он меня боднул. Он меня боднул. Скотина, херачьте быстро, срочно. Продвигайся и давай херачься. Раз, два, три, четыре. Друг за дружкой. Блядь, все, все сверхспособности использовали за раз. Ага. Мне кажется, что они без силу нормально справятся. Ценный сундук. Завершите головоломку. Соединение магнитных потоков. Чинить. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. Сделаем все в лучшем виде. Блядь. Так. А что не так? Но они же все должны заработать. Они не работали у меня все. То есть, это должно быть вот так. Вот. Все. За головоломки. Хорошо. Так, получается, тут мы идем вперед. Тут мы сейчас быстро все обследуем. Ага. Хорошо. Давай просто их бей книгой. Так ты их не пробьешь. Давай вот сюда. Ты давай, бей всех сразу. Ага. Поддерживай. Теперь ты. Бей вот этого. Ага. 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 Видал? Видал? Цепочка. Так, тебя давай. Есть. Так, теперь получается, ты, да, ты мне не нравишься. Уходи, пожалуйста. Ты поддерживай. Мы все равно ничего с этим не сделаем. Никак вперед мы не выйдем. Так. Оп. Давай, используй. Все, пойдем, 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 пойдем. Не, не тяните, не тяните. А то я все больше начинаю скучать по Ахерону. Кстати, я читал новости. Что там должны быть вообще рераны. Пересмотрят получение персонажей. Возможность получения персонажей. Будут немножко другие крутки. Немножко другие вот эти прыжки все. Я на самом деле... А ты какой будешь? А ты какой будешь? Ну, у нас почти все есть. Да? Да, похуй, давай. Он прям за нами идет. Давай, давайте херачьте, давайте. Я посмотрю, как вы справитесь сами. Нормально, нормально. О, запивай, запивай. Отлично. Она сразу все фиганула. Так. Ну и тут все в одного. Все просто в одного. Я думаю, что сражение со Сварагом, если оно тут будет действительно сражение, а не договоры, останется до следующей серии. Потому что тут много всего. Открывай, ептае. Ага, всякие-всякие нишчички, всякие нишчички. Погнали. Хорошо. Была бы еще тут кнопка быстрая смены отряда, чтобы мне... Я вижу какие-то противники, чтобы мне уязвимости под них подобрать. Я такой раз-раз-раз, и у меня уже другой отряд. А мне нужно заходить, выбирать нужный отряд. Понимаешь, насколько это неудобно? Постоянно этим заниматься. Ты что, используй свою суперсилу? Нахер ты нужен? Алло. Что такое? Почему Галлахера игнорируют? Я не понимаю. Ну, хер с тобой, не используй. Больно надо было. Чтоб ты использовал эту суперсилу свою. Они тут все поломанные какие-то. То есть, все, мы здесь все прошли, да? Да, вот все, пожалуйста. Взяли все сундучки. Потому что, я думал, что мы и направо побежим за ней, потом побежим налево за ней. А в итоге, видимо, будет так, что мы вообще никуда не побежим. И движемся только по сюжету. Погнали. Что? Куда она подевалась? Только что была здесь. Да мы уже тут тысячу раз ушли от нее. Эх, придется просто идти искать дальше. Да, мы сходим, не страшно. Так, налево, направо. Значит, нам нужно направо. Вот эту фигню мы активируем. Вот эту вот мы возьмем. Нет, что это? Да я... Нет. Собрать. Вот, спасибо. Побежали направо. Опа. Чпок. Ой, бля, не могу. Вот это так бы нас спасало. Бля, ты галахи распользуешь свою суперсилу или что? Вручную приходится нажимать тебя. Че за приколы? Ну, сразу же снес. Че стесняемся-то? Пусть поет, пусть что-то хочет делает. Нам некогда, мы торопимся. Прикол, что это руки, ты понял? Это же руки. Так. Так. Сундук. Ага. Так. Ты у нас что делаешь? Ага. Делаешь вот эту фигню. О, а ты вот так делаешь. На тебе прям в пузо. Во, во, во. Нормально, нормально. Давай, с силой пошел. Ничего страшного. У вас тут, конечно, много, блядь, поселений роботов. Но у нас, смотри, если в Ларикрофт у нас одна серия выходила на одну локацию, тут, по сути, блядь, выходит то же самое. С их кучей противников на одной локации. Я, кстати, надеюсь, что сильно лагать не будет, потому что как-то, мне кажется, чуть подвисает. Надеюсь, что мне кажется. И все не так однозначно, как может показаться. Что происходит? Давай, быстрее фигачиваю. Короче. Короче, ладно, давай сами. Давай сами. У нас что, огненный? Не надо никому восстановить, бей. Вот, все, пробивай их, пробивай, пробивай. Не жди. Не жди, бей. Отлично. Отлично. О, минус один, блядь. Серьезно? Галахир, ебаный в рот, что происходит? Объясни мне, пожалуйста. Твою мать. Что такое, блядь? Пой, пожалуйста. Почему ты не лечишь? Пиздюк. Да, восстанавливай ее, блядь. Сейчас все подохнем к херам собачьим. Он какой-то жесткий, что-то сильно. Нам давно таких не попадалось. Вот это подстава, подстав, конечно. Так, получается, зря мы на них тратили всю эту нашу шнягу. Надо было только его. А он не может восстановить, мы все эти потратили. Твою мать, блядь. А, нет, все, живы, здоровы. Блядь. Все, я понял его прикол. Ой-ой-ой. Это, конечно, было жестко. Он, видимо, каким-то очень высоким уровнем был. Откуда мы, блядь, пришли? Так, простое устройство первой помощи. А, да нахера. Мы сейчас просто подойдем к этому. А, то есть, действительно, она не восстановится? То есть, мы там побыли, отхватили пиздюлей жестких. Я так отвык от этого всего. Вот и пела у нас восстановилась. Я в шоке. Я просто в шоке. От того, что так происходит. Так, получается. Если у нас остается галлахер. То. Нам нужно, чтобы он. О, у него оставался очки навыка на лечение. Ёпт вы мать, используй свою супер силу. Что за бред? Что ты ждешь? Я вообще не понимаю, почему игнорируется его супер сила. А, вот тут две волны. Ага, скажи, что ты, блядь, для второй волны ждал. Вон, урацу сейчас сразу же у вас появится. Ну, смотри. Вот, сразу же используют. Сразу же, как только появляется. Это же есть суть автобоя. Он все на все ставит. Сразу же. Вон она стоит, я ее вижу. Она очень плохо играет в прятки. Максимально. Клара, ты максимально плохо прячешься. Почему же не... О, я не понимаю. О, это вы. Вы все-таки пришли. Мы не можем так просто сдаться. Ты единственная надежда подземья. Вот так. Вот так говорите, но... Ты ремонтируешь это оборудование, Клара. Не получается. Типа, она говорит, нет. А ты откуда знаешь? Размеры и степень износа этих двух роликов сильно отличаются от остальной части механизма. Ты должно быть. Только что заменила их. Ты заменила поврежденные компоненты, но устройство все равно не запускается. Ты пытаешься в этом разобраться, верно? Да, раньше я чинила много вещей. Но мне никогда не приходилось чинить такие сложные штуки. Почему сварок тебе не помогает? Не хочу беспокоить его. Эту установку случайно повредили двое бродяг. Если господин сварок узнает, он очень на них разозлится. Это правда произошло случайно? Ты слишком переживаешь за других. Знаешь, Клара, если ты будешь слишком добра, люди могут тобой воспользоваться. Кажется, я нашел источник проблем. Ты заменила ролики, но подшипник не вызывает заедание. Они не подходят друг к другу. Гантай, Март, помогите мне, мы сможем починиться сами. Опять чинить? Я уже приноровилась. Чинить. Мы правда сможем это починить. Расслабься, у нас все получится. Верно, Даньхен? Меньше разговоров, больше дела. Ну это вообще легкотня какая-то. Абсолютная. Ну сюжетная, потому что сюжетная, естественно. Ого, загорелась. Спасибо, ребята. Не за что, мы почти ничего не сделали. Получается, на ближайшее время проблема с иногда сбережением поселения решена? Да, людям на окраинах теперь не нужно думать о тепле или свете. Мы не пытаемся завоевать твое доверие. Давай поговорим о свараге. Что мы врём? Давай поговорим о свараге, ёбаный рот. Я знаю, что вы хорошие люди. Вы помогли многим раненым в шахте и рисковали, отправившись в город за припасами. Если есть какой-то другой способ помочь вам, я сделаю всё возможное. Но это... А как же нам её переубедить? Напомни ей о том, что происходит. Скажи про переменную. Придумай что-нибудь. Вот так. Скажи про переменную. Про переменную. Скажи про переменную. Переменны? Это наше прибытие. Уже несколько десятков лет в подземье не было чужаков. Клара, ты наблюдательна, верно? Взгляни на нас. Разве мы похожи на обитателей подземья? Ну, эм... Вы действительно выглядите совсем не так, как другие люди. Верно. Это потому, что мы не отсюда. Свараг никогда не брал нас в расчёт. Если эти расчёты основаны исключительно на силе жителей подземья, то эти результаты больше нельзя применять к нынешней ситуации. Когда Свараг начал делать свои расчёты, Клара. Очень давно. Кажется, примерно тогда, когда подземье запечатали. С тех пор ситуация изменилась. Ведь теперь с нами воин с Сребролевых Стражей. Она ведь не входила в расчёты Сварага. Не говоря уже о том, что мы... Даже не с этой планеты. Совершенно другие перемены. Это ещё три человека. Не да вот так. Свараг никак не мог включить в свои расчёты твои перемены. Такие перемены. Как мы, понимаешь? Вы с другой планеты? Не надо считать Клару глупым ребёнком. Это просто выдумки, которые любят рассказывать взрослые. Я не... Это не выдумки. В других мирах люди уже покорили небеса. Но ведь ты и есть ребёнок. Но не глупый же. Это не выдумки. Это правда. Всё серьёзно. Эй, Гантей и Март, не лгут, Клара. Я им верю. Броня, это правда. Я знаю, что ты чувствуешь, Клара. Под зимью и тебе нужна новая надежда. Но ты не хочешь, чтобы кто-нибудь пострадал, верно? У меня тоже есть сомнения. Но моя интуиция подсказывает мне, что Март, Даньхен и Гантей, а не новая надежда, которую ждал этот мир. Позволь им встретиться со Сварагом. И мы посмотрим, будут ли отличаться результаты расчётов. Если мы просто попробуем, ничего страшного ведь не случится. Ты же видела, на что мы способны. Мы принесём перемены в этот мир. Да ладно тебе, что нам терять? Давай, ты же видела, на что мы способны. Ты видела нас в деле. Я... Хорошо. Я отведу вас к господину Сварагу. Правда? Здорово. Ага, теперь я всё поняла. Попытка изменить мнение господина Сварага в одиночку заняла бы целую вечность. Даже если бы я продолжала пытаться до тех пор, пока не вырасту, не думаю, что у меня бы получилось. И всё это время люди бы заболевали, теряли свои дома и ссорились. Прямо как в шахте. Я не хочу, чтобы это произошло. Если вы, ребята, действительно верите, что сможете убедить господина Сварага, тогда и мне нужно быть храбрее. Идите за мной. Броня, я не думала, что ты поможешь нам. Хорошо было сказано. Нет за что. Я просто озвучила то, что искренне чувствовала. Так, смотри. У нас тут ещё целая-целая локация. Там тоже ещё, скорее всего, очень много ходить, а время уже подходит к концу. Поэтому я думаю, что мы на этом закончим. Задави уронив, заверши испытание сильного противника. Вот, сильного противника. А, блядь, я думал, в 15 раз он сильнее меня был. А, не просто. Просто он какой-то жёсткий. Очень жёсткий. Я не ожидал просто такого, такой подставы. Так, смотрим миссию. Каждый в экипаже экспресса является новой переменной. Наше существование подрывает расчёты Сварага. Проведя этот мощный аргумент, вы смогли завоевать доверие Клары и выселить в неё мужество встать на защиту этого мира. Клара обещает отвезти вас к Сварагу. Следуйте за Кларой. И в поселение роботов, и откройте ворота, ведущие на базу Сварага. Вот так получается. На этом мы и остановимся. Пойдём уже конкретно... Следующая серия будет конкретно. Блядь, Свараг заканчиваем. И мы получим ёбаный 21 уровень освоения. Надеюсь тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Сука, не зевай. Всего.